Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб российскому бизнесу. У нас в студии Анна Лешнина, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области. И мы поговорим о мерах поддержки для налогоплательщиков со стороны государства, которые появились в это время. Анна Александровна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, что это за мера? Федеральной налоговой службой был разработан определенный план по поддержке бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Был разработан перечень наиболее пострадавших отраслей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе были внесены изменения в предоставлении рассрочки и отсрочки по уплате налогов. Предусмотрены дополнительные основания по ее предоставлению. И что подразумевает эта рассрочка? Отсрочка или рассрочка по уплате налогов подразумевает под собой изменение срока уплаты налога по заявлению налогоплательщика. Для наиболее пострадавших отраслей рассрочка предоставляется беспроцентно. Если есть основания для предоставления срочки или рассрочки, налогоплательщик должен обратиться в инспекцию по месту учета с заявлением. Ну и соответственно должен отвечать определенным критериям. Это обязательное условие, что налогоплательщик должен входить в перечень наиболее пострадавших отраслей. И соответственно одно из двух условий. Либо у него снижение доходов более чем на 10%, либо получение убытка в 2020 году при условии отсутствия убытка в 2019 году. Александровна, спасибо большое за информацию. А я напомню, что у нас в студии была Анна Люшнина, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности межрайона ФНС России номер 14 по Московской области. Продолжение следует...